Необычным акцентом гостиной станет стена из коры. Эти декоративные панели – точная копия фактуры сосны и дуба. Отличить очень трудно. Да и основа у них натуральная. Они сделаны из волокон древесины и целлюлозы. Между прочим, кора в отделке интерьера – большая редкость. Многие считают ее слишком грубым материалом. Но, на мой взгляд, на даче отделка корой вполне уместна. Мы используем декоративную кору. Работать с ней очень просто, а на вид – как натуральная. Мы превратили проходную комнату в функциональное и комфортное пространство. И сделали три в одном – кухню, гостиную и столовую. За практичность нашего интерьера отвечает плитка. За настроение – обои в клетку и желтый потолок. За оригинальность – стена из коры. Элегантность внесли детали. Но роль первой скрипки играет, конечно, клетка. Если помните, в самом начале наши герои рисовали и представляли себе новую гостиную. Интересно, совпадут ли их ожидания с реальностью? Заходите. Прошу вас, знакомьтесь. Ваша новая гостиная. Вау! Обалдеть! Осматривайтесь. Очень круто. Это такое ощущение, что мы на какой-то выставке просто. Это не наша удача. Вы попали в точку в такую. Угадали? Для меня, как для хозяйки, предел моих мечтаний на самом деле. Папа, что скажешь? Папа, мне кажется, сейчас расплачется. Мне кажется, я дам мне ему все переполняет просто все так, как я себе представлял. Очень красиво, очень впечатляюще. И главное, так торжественно. Невозможно наглядеться просто. Это настоящий огонь? Да, конечно. Будьте осторожны, кстати. Он и греет, и очень красиво. Посмотрите гамму. Посмотрите, как мы сегодня оделись. А я? А я, смотрите, я вообще весь в этих цветах. Да, да. Так что мы знали, куда идем. Присаживайтесь, проходите, присаживайтесь. Вот место для всей семьи, видите, всем нашлось место, чтобы посидеть и отдохнуть. Ну как? Прикольно. Удобно. Удобно. Удобно, да. Прекрасные шторы просто попали в точку. Ну, кстати, главной проблемой было то, что много окон, и поэтому мы их обыграли. На той стороне, например, занавески с клеткой, а здесь уже с цветами. И там они как будто бы разные, и в то же самое время одинаково объединяются. Смотри, вот здесь тюль, там, в другой стороне это уже опять римские шторы. И, ну, все скомпоновано. И клетка с цветами прекрасно сочетается, что любопытно. Такое ощущение, что можно как в пятнашке играть и переставлять. А мне кажется, самое удачное решение все-таки в стоплении, потому что из-за того, что вот большие окна, и я думал, как же здесь все-таки обогреть это помещение, чтобы зимой было тепло. И вот это вот решение с плинтусом, оно просто, мне кажется, идеально в этом интерьере смотрится, не мешает, нет никаких батарей. Такое ощущение, как будто вот это вот все то, что вы сделали, похоже на один большой и семейный дуб. Там, где повешены фотографии, есть костер, можно отдохнуть, посидеть, подержать. Очень нравится. Потолок оставили ваш, но немножечко его преобразили, видите, совершенно по-другому заиграл. Тут белый, а в кухне другой. Такое глазастое, отсюда вы видела, молодец, да, да. Но если уже заговорили про кухню, пойдемте. Проходите, присаживайтесь. Главная хозяйка знакомится с кухней. Анька, посмотри, как классно, тарелочки. Какой цвет обалденный просто. Я готова прямо здесь расстаться и остаться навсегда. Только вовремя, чтобы папа подвозил продукты. Обязательно, я беру для себя такую. Я переезжаю на дачу, все, я решила. Но это уже тогда не дача, это уже дом. Да, загородный дом. Да. Как вам здесь отдыхается? Нереально. Мне кажется, очень уютно. Я готов вот все время наблюдать, как жена будет там на кухне что-нибудь готовить вкусно. И место для этого очень удобное. Очень удобное. Да. Но готов присоединиться, помочь обязательно. Я только сейчас обратила внимание, какая люстра. Зеленые, красные, желтые яблоки. Мне очень кажется, что это очень похоже не на яблочки, а на перчик. Там такие разрезы, прям настоящие. Тоже, ты права. Это даже не версия, это даже она права. Да. Это перчики. Скажите, но если подвести какой-то итог, что вас больше всего поразило? Мне безумно понравился дизайн. Клетка – это очень смелое решение. И сюда, под интерьер, очень подходит. Мне кажется, что мебель специально сделали для нас. Все. Все восхитительно. Ну, мне кажется, что у нас на самом деле теперь не одна большая комната с буквой «Г», а у нас три разных комнаты. Это отдельная кухня. У нас есть полноценная столовая, где мы будем собираться все вместе и пить чай. И у нас есть абсолютно законченная, полноценная гостиная, в которой мы будем собираться и проводить теплые подмосковные вечера.